Микс Ньюс. На Болткоме Разворот. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа Разворот в неожиданное время, но сегодня его проведу я, Артём Липин, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сразу два гостя в студии. Это исполнительный директор Латвийской ассоциации международных автоперевозчиков Латвия-САУТО Александр Черкасов и глава ассоциации автоперевозчиков Латвия-САУТО Александр Поцелуйко. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира у нас не изменили. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Также вы можете написать нам на WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. С вами обоими мы общались немножко в разное время, но в апреле, когда только начиналась вся эта ситуация с коронавирусом, когда ещё многое было непонятно. И тогда вы очень достаточно пессимистично смотрели на будущее, в том числе была фраза, что этот экономический кризис для автоперевозчиков будет хуже, чем даже кризис 2008 года. Сейчас, когда уже конец июля, подтвердились ли эти прогнозы? Ну, можно сказать, что да, подтвердились. Плюс нам вдогонку пришли изменения, которых мы ждали. Принялся пакет мобильности, так называемый мобилити пакетч. Вот. И ничего существенного не изменилось. Мы стараемся. Стараемся работать. А что за мобилити пакетч для слушателей, что это? Ну, мобилити пакетч – это, получается, Еврокомиссия, Европарламент. Приняли ряд мер, которые, в принципе, как сказать, они, наверное, несут, для них они несут такую благую цель, да, по водителям, по… ну, как правильно сказать? Да, мобилити пакет, он в себя вмещает несколько позиций, которые подразумевают под собой рабочее время водителя, время труда, регулирование время труда и отдыха, скажем, возврат водителей каждую четвертую неделю в страну проживания, возврат автомобиля каждую восьмую неделю в страну регистрации, каботажные перевозки – это кулинг после трех каботажных перевозок четверо суток – это мертвый отстой должен быть. Ну, то есть, это изменения такие, не связанные с коронавирусом, это больше-таки общие правила. Да, я хотел сказать, что это как бы благие намерения были, да, но, в принципе, благими намерениями, сами знаем, куда вымощена дорога, да, для латвийских… То есть, в этой ситуации это плохо получилось? В этой ситуации, она в любой бы ситуации для латвийских перевозчиков получилась плохо, потому что одна из таких основных, самополагающих там поправок – то, что машины должны возвращаться через восемь недель в страну прописки. Да, и получается, что в основном машины многие работают на кругах Европы, и получается, что нужно будет возвращаться. Возвращаться мы видим, посчитали, сделали вместе с литовскими коллегами исследование, что выброс топлива, все, там, 3 миллиона 200 тонн, если будут возвращаться машины, выброс СО2, да, там, сумасшедшее количество литража пустой у машины, потому что, ну, в основном все машины будут не факт, что идти загруженные, потому что столько грузов нету, 570 тысяч машин, если не поменяется место прописки, будут возвращаться назад. А можно ли, ну, объясните, а зачем тогда это было принято? Ну, всегда… То есть, я понимаю, зачем возвращаться водителем? Всегда, говоря, зачем это принято, что все волнуются за водителей, все волнуются за чистоту соблюдения, но, в принципе, прослеживается очень такая тенденция, чтобы, если ты работаешь, предположим, по Германии, по Франции, ну, регистрируйся там, в Германии, во Франции, и плати там налоги, а не плати в латвийском государстве налоги. Понятно. Вот это вот то, что мы видим. Ну, хорошо. Если немножко отойти от этого, в сторону коронавируса, COVID-19, сейчас уже границы более открыты, чем они были в мае, например, или в апреле, насколько вот сейчас именно, может быть, легче стало все-таки перевозки проводить, или открытые границы сильно не помогают? Для нас границы всегда были открыты. Не было такого, чтобы с границами была проблема. А двухнедельная самоизоляция водителей не соблюдали? У нас, опять же, да, мы вам говорили, что у нас с поправками всеми, что водительные длиннобойщики не должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Потом сделали ограничение, что водитель должен как бы самоизолироваться между рейсами. Ну, да. Ну, это опять же, ну, дай бог, чтобы рейсы шли, и все идет своим чередом. У нас сейчас такая большая проблема, что очень сильно упали фракты, на что ниже себестоимости все это печально, потому что цена на фракты очень сильно упала, потому что много было закрыто заводов, порваны логистические все цепочки. Сейчас все это восстанавливается, сейчас мы, наверное, будем наблюдать в Европе августский опять день отпусков и так далее. То есть, я просто пытаюсь поднять ситуацию, вы там в одном из недавних интервью говорили, что оборот упал там на 30-40%, что многие предприятия, логистические перевозчики, они находятся на грани банкротства. То есть, вся отрасль, она прям дышит наладом, что называется. Да, мы заказали исследование, чтобы предоставить эти данные нашему правительству. Вот, Александр, можешь подробнее рассказать. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, вы правильно говорите, что оборот упал, и это никак не связано с закрытием или открытием границ. Дело в том, что когда был всплеск, вот первая волна этого коронавируса, ну, предприятия не только в нашей стране, но и во многих других странах, они были на условиях чрезвычайного положения, да, то есть, они не работали. И поэтому то, что машина может пересечь границу, это еще не факт, что она загрузится, получит груз и отвезет его как бы на другое предприятие, где его примут. Да, а сейчас в связи с тем, что как бы первая волна коронавируса отступила, но предложение по транспорту намного превышает предложение по грузу, по товарообороту. И поэтому получается, как вот в поле чудес, я угадаю эту мелодию с трех нот, я угадаю эту мелодию с двух нот, а я угадаю эту мелодию с одной нот. И когда мы видим, за какие деньги осуществляются перевозки иногда, там не то, что себестоимости нет, там в два раза ниже себестоимость эта перевозка осуществляется. Эта ситуация, она уникальна для Латвии? Или сейчас все европейские перевозчики, они в таком же положении? Ну, для Латвии она особо острая, потому что в Латвии нет своих производств. Ну, реально, в Латвии из латвийского товара мы можем отвезти торф и произведенные предприятиями деревоуработки какие-то изделия или пиломатериалы. Больше нам отсюда везти, по большому счету, нечего. Поэтому мы, как бы, как подразумевает вот эта регула, да, Mobility Packet, что мы международные перевозчики, мы должны осуществлять международную перевозку между страной регистрации и другими странами Евросоюза. Но дело в том, что нам нужны только, скажем, стройматериалы, да, чтобы что-то построить и питание. А отвезти от себя, я уже сказал, нам тоже нечего. Мы можем, или когда был транзит, у нас была какая-то часть там нефтепродуктов, да, скажем, угля, который фасовался, там, пилеты, гранулы, да, то сейчас это тоже, как бы, объем упал. Транзит, вы видите, что происходит с портами, вы видите, что происходит вообще с объемом грузооборота на железной дороге, да, на портах. И поэтому, а мы как одно из звеньев всей этой цепочки. Мы не можем сами по себе, вне зависимости от этого, существовать. То есть мы только одно из звеньев этой общей цепи транзитной. Ну тогда я не могу, как бы, напрашивается, это наверняка достаточно болезненная тема помощи от государства, потому что вроде как всем отраслям, которые сильно пострадали от ковид, какая-то помощь была предложена, я так понимаю, что автоперевозчики каких-то особых грантов не дождались. Да, мы не дождались. Мы, в принципе, могли, как любое латвийское предприятие, в общем, отведенных правилах, да, претендовать на какую-то помощь. Ну, пособия по-простую, вот эти вещи. Да, да. Ну, опять же, в связи с тем, что в нашей отрасли оплата труда состоит из двух частей. Это из заработной платы и командировочных, да. А поскольку командировочные, они не входят по нашему законодательству в заработную плату, то мы не выполняем требования, чтобы официальная заработная плата была не менее 850 евро. Да, мы его не выполняем, поэтому мы не имеем права претендовать ни на какие-то, скажем, простойные деньги и помощь, которая была до сих пор объявлена государством. А, ну, особых, ну, как, не знаю, туристического отрасли, как сельскохозяйства, таких вливаний нет? Ну, понимаете, здесь вот опять очень-очень интересная ситуация. Границы не были закрыты, потому что все понимали, что обеспечить население продуктами питания и продуктами первой необходимости нужно, потому что иначе будет всплеск, скажем, эмоциональный. И поэтому нам как бы не создали такого прецедента, что нас просто закрыли, вы не имеете права никуда ехать. Скажу, пассажирские перевозки, они были остановлены. И у них такой прецедент был. Да. Это очень напоминает ситуацию, допустим, с торговыми центрами. Их не закрыли, но людям ходить запретили выходить. И поэтому у них было вот два месяца, когда они просто, ну, кто-то отказывался от аренды, кто-то договаривался там с владельцами, допустим, зданий, да, о том, чтобы уменьшить. Но по большому счету у них расходы не уменьшились, а доходы сократились в разы. Да. Да, и попробуйте вот в этой ситуации как бы выжить. Вот такая же ситуация произошла и в транспорте. То есть у нас расходы не уменьшились, да, можно идти договариваться, допустим, с банками о продлении там кредитного лизингового договора, да. Но по большому счету это не уменьшает твои расходы. Оно просто либо ты увеличиваешь срок действия лизингового договора, либо ты аккумулируешь те суммы, которые ты не заплатил там в течение полугода и платишь их потом в течение оставшихся полугода, допустим. А вы не ввелся никакой диалог с правительством? Потому что, мы видим, там организаторы культурных мероприятий, они вот запили, что-то там получилось. Представители туризма, гостеприимства, ресторанов и так далее, они все напрямую обращались. У вас такой диалог был? Мы уже напрямую обращались, сейчас же еще раз говорим, что вот именно с пакетом, вот последний пакет – это туризму, да, как вы говорите, и плюс с экспортером, и экспортером услуг. Да, выделяется энная сумма денег, порядка 19 миллионов, точно не помню, туристической отрасли, и 51, кажется, экспорт, экспорт услуг. Экспорт услуг – это наша прямая, ну, по нацио-коду, да, спокойно перевозки, да, мы основополагающие, кто занимается этим. Ну, опять же, 800 евро средняя зарплата за 19-й год, процентовка падения оборота, там, 20-30 процентов – это у всех есть, это, да, но опять это зарплата, это получается как кромеугольный камень, что мы не подходим. У нас из всех фирм, которых, ну, я знаю, но слуху, из членов Латвии с авто, и вот вчера общались с крупными перевозчиками, одна фирма подходит под эти гарантии. Не гарантии, а условия. Да, критерии. И чтобы вы поняли, в нашей отрасли 6 тысяч чем-то фирм. 6 тысяч фирм. И только одна? И только одна, ну, по крайней мере, ну, точно статистики нет, но вот то, что я знаю, да, только вот пока спрашиваешь и так далее, да, только одна. И вот вы можете представить, когда мы говорим про транзит, про сообщения, все на слуху у нас, вот у вас тоже, как у простого обывателя, что Аэрбалтик? Ну, помощь Аэрбалтику мы должны помогать, да, и вот с другой стороны, я вам говорю, 6 тысяч фирм. Вы представляете, вот, ну, разницу? Аэрбалтик и 6 тысяч фирм, которые изначально с 90-х годов мы являемся транзитной страной. Логистика – это, ну, основополагающий бизнес, который здесь всегда был и есть. Вы представляете, сколько людей задействовано в этой сфере? Это логистика, это дилеры, это сервисы, это водители, это менеджеры, это склады. Вы представляете, о чем идет речь? Да, и нас слышат, не слышат, ну, понимаете, это, ну, мне лично непонятно, да, когда какие-то у нас ставятся приоритеты, что мы должны быть зеленой страной. Это хорошо, да, я тоже хочу жить в экологически чистом месте, да, но когда не слышат такое количество людей, да, ставят им какие-то припоны, напрашивается на мысль тогда, какая идея всего этого. Если так пойдет дальше, если вот это, кроме этой помощи ничего не будет. 20 тысяч только дальномойщиков. Я правильно понимаю, что это, мы можем говорить о том, что вот эти 6 тысяч фирм, они практически все закроются? Я о чем говорю, да, мы 30 лет работаем, но это работа, можно было сказать, в начале, да, а потом это борьба за выживание, да, и очень хотелось бы, чтобы нас услышали. И мы те люди, которые худо-бедно, 6 тысяч фирм, но мы платим налоги. И за наши налоги существует в том числе и латвийское сейчас государство. И как-то, ну, мы хотим, чтобы наши сердца бились в унисон, чтобы нас слышали и чтобы нам помогали. В сложное для нас время, а не ставили какие-то либо преграды. Представители Ассоциации международных автоперевозчиков «Латвия-Салту» Александр Черкасов и Александр Поцелуйко у нас в гостях. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. И также у нас есть номер в WhatsApp, на который можно написать 2-3-0-6-1-9-1. Какие действия, с вашей точки зрения, что должно делать государство, чтобы сейчас помочь? Это просто вливание денег? Или это что-то еще должно быть? Тут вопрос, даже речь идет о том, я вот скажу, как примеру, что мы даже и хотели, и писали. Мы просим даже увеличить штрафы для всех, в том числе и нас, и в том числе иностранным перевозчикам. Потому что возникают такие вопросы, что в той же Скандинавии, не говоря уже о восточном нашем соседе России, штрафы за те нарушения, которые предоставляются здесь, предположим, 2 тысячи, 5 тысяч евро, а у нас 50 евро. Да, российские водители сюда приезжают, нарушают, ну, и ничто за это не получают. 50 евро, да, хорошо, в следующий раз я опять нарушу. Я за такое нарушение в России плачу 150 тысяч рублей, 2 тысячи евро. Мы просим даже, ну, не помощью образно, а просим, ну, ввести штрафы. А, простите, как это поможет именно ситуация с коронавирусом? С коронавирусом у нас будут фракты больше, потому что, ну, меньше будут ездить те люди, которые нарушают. Мы же, ну, законопослушные, мы честные. Мы просим навести порядок на границе, чтобы иностранные перевозчики не привозили сюда дешевое топливо и продавали, потому что посредством этого они также ломают нам фракты. Мы много чего просим, даже не прося помощи, да, мы просим элементарно ввести нормально, чтобы транспортники нормально, ну, всех проверяли и качественно, добросовестно, как проверяют нас. Сейчас, извините меня, когда в Польше я за какую-то бумажку получаю 3000 евро штраф, да, но я 10 раз подумаю потом, как мне эту бумагу заполнять, а здесь у меня будет штраф, там, 40-50 евро. Мы это все заполняем правильно и честно, да, а многие, которые здесь ломают нам фракты, это не делают. Мы просим, вот сейчас вроде бы как поменялась система пунктов, да, ну, штрафы, и вот в связи с этим, что вроде бы нас услышали, что да, штрафы для всех будут подниматься, да. Мы просим такую же, вот вы знаете, сколько штрафов за то, что мы не заплатили 11 евро за дорогу? Вот как вы думаете, сколько? У нас? Да. Не знаю, если не заплатили 11, ну, тысяча. Ну, так совсем жесткий. Нет, 500 евро, но это тоже таких штрафов вот именно за дорогу нету в той же самой богатой Германии. Мы что, богаче Германии? Ну, так могу вам сказать, что немецким фирмам, да, вот почему наши водители, которых мы пестовали здесь и, ну, образно учили, они нас учили, почему они приходят и работают в Германии? Потому, что немецким фирмам немцы платят в два раза больше, если не в три. Да, мы, опять же, мы все в Евросоюзе, но мы играем по другим правилам игры. Потому, что вот, когда читаешь там Делфи и так далее, когда мы что-то выступаем, читаешь, смотришь эти комментарии, которые там, да, да, поскорее бы они там все разорились, они ничего не платят и так далее. Ну, пишут это в основном, наверное, дилетанты, да, потому, что можно, ну, спокойно посмотреть фраг, разбить его, да, и сказать, ну, извините, ну, с чего? Ну, вот у нас как раз есть звонок в студию, не знаю, это будет такой же настроенный комментатор или нет, сейчас мы услышим. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. Вот, у меня как раз тут звучало критерия о том, что перевозчики не подходят по критерию по зарплате. Ну, скажем так, я достаточно долго работал в этой структуре и, скажем, знаю по поводу тех же самых платежных компаний, которые стараются, скажем, платить минимальную плату, большую часть перенося на, скажем, какие-то командировочные, да, но может быть именно в этом и проблема, что переносится большая часть на командировочные, и если бы все-таки зарплата платилась больше, с которой платятся налоги, проблема бы это как-то лучше бы решалась, что касается нашего государства. Спасибо. Ну, вот такой вопрос. Есть ли такая, что действительно большая часть зарплаты, она командировочная? Ну, могу ответить, наверное. Андрей, вы, наверное, правильно поставили вопрос, но если вы очень, как вы сказали, большую часть своей жизни проработали в сфере логистики, то вы грамотный человек и можете спокойно взять листик А4 формата, обозначить там начало месяца, конец месяца, обозначить, допустим, фракт из Риги, где вы можете посмотреть на любом сайте фракт из Риги до, там, Таллина, из Таллина до, там, Каунаса, из Каунаса обратно. И вот, не нарушая никаких правил, покататься теоретически по этому листику, заплатить все налоги, заплатить все страховки и посмотреть, что у вас в конце концов останется. И тогда вы сами себе очень четко, конкретно ответите на этот вопрос. Ну, а что останется для тех из нас, кто… Останется минус. Останется минус, и вполне можно просто посмотреть, какая печальная динамика, да. Могу вам сказать, что вот из всех тех фирм, которых я сказал, 6 тысяч, да, если в образно пойти посмотреть по дурсофту, мы увидим, что почти что у всех есть задолженности по налогам, да. И это не из-за того, что мы какие-то недобросовестные, или мы дилетанты. Извините меня, вот, Александр, я, мы порядка около 30 лет в этом бизнесе. Вы можете себе представить? Мы пережили там 3, 4, 5 этих кризисов. И этот самый… Ну, при чем здесь этот? Я просто говорю, что, ну, мы знаем, что мы делаем, и мы, ну, пытаемся делать все. Но, понимаете, если, ну, ты двоечник среди пятерочников, это понятно, да. Если все кругом двоечники, то это как-то, ну, настораживает. Я не говорю ни о чем, что, ну, не есть, непонятно, каким-то… Ну, все, ну, вполне просто, понятно, да. И старейшие фирмы рушатся. 30 лет фирма работала с 90-го года. У нас ассоциация с 90-го года, да. И так же, как многие фирмы, 91-й, 92-й, некоторые лицензии фирм получали под номером 1, 2, 3, 4. Это, ну, перевозки, логистика, это соль, это земли. Нам говорят что-то, да, да, да. Ну, мы же сами прекрасно все знаем. Вот если сделать маленький какой-то опрос, 3-4-5 человек, у него, у одного из этих будет какой-то знакомый, это связано в перевозках здесь, правильно? Да. Ну, и нас не слышат. Ну, слышат, но так. Если мы немножко, ну, чтобы как бы понимать масштабы, если мы понимаем, что если закроются фирмы, это будет безработица, это лишение доходов для очень большого количества людей. С точки зрения государства, сколько потеряет в налогах, примерно, в доходах латвийское государство, если будет продолжаться таким же курсом, и большая часть 6 тысяч фирм закроются? Ну, смотрите, средняя фирма, 50 машин, это, ну, сейчас у нас это считается такая хорошая семейная фирма, сколько она платит, ну, миллионы точно, вот, смотрите. Ну, так нельзя умножать, вы тоже так задаете, ну... Ну, дилетантский вопрос, да. Дилетантский вопрос я вам скажу тогда по-дилетантскому. Вы придете в магазин и увидите еще больше цены на прилавках, потому что некому будет возить, будут возить другие фирмы, их будет меньше. Так вас устраивает, что вас это тоже коснется? Не, я не сказал, что меня это коснется. Я просто говорю, ну, как есть, да. Да, действительно, ну, вчера мы встречались с крупными перевозчиками, и когда на простой, честный вопрос, вы уйдете отсюда, когда этот мобильный пакет и так далее, они говорят, да, уйдем. Уйдут куда? Уйдут в другую юрисдикцию, туда, куда не надо будет возвращаться. Уйдут в Германию, в Польшу. Потому что, опять же, посмотрите, логистические маршруты, да, Литва, Латвия, Эстония в конце Европы. И, получается, возврат из Европы в Латвию, он проблематичный. А когда мы, в принципе, всегда являлись транзитной страной, ну, вполне не надо строить никаких других каких-то, придумать велосипеды. Мы находимся на границе Европы с другим большим государством, с Белоруссией, с Россией, Скандинавией рядом. Мы транзитная страна. И сейчас я вот слышу от многих, хорошо, мы сначала расправились с своими финансами, ну, и так далее, с банками. А теперь я от многих слышу, что транзит – это не есть главное, что, ну, здесь движет. Но я вам примерно рассказал, в этой отрасли сколько задействовано людей. Это я не знаю, найти какую-то другую отрасль, чтобы столько было задействовано людей. Даже если просто взять статистику за прошлые годы, то автотранспортом было перевезено на 25% больше грузооборот сделан, чем железной дорогой. И вот посмотрите отношение правительства к железной дороге и отношение правительства к автоперевозчикам. Ну, возможно, связано с тем, что железная дорога – это государственное предприятие. Я вам задам вопрос, вы когда-нибудь еще, вот у нас какое-нибудь государственное предприятие не дотационное? А дотационное – это значит прямое убытки. Нет, я понимаю. Мне, нам объясняют, что Аэрбалтик убыточный, но эти убытки бумажные. Это вот я не понял, как это. В 2019 году, когда не было никакого ковида, Аэрбалтик – убыточное предприятие. В этом году мы ему помогаем. Ну, такая зловещая тишина повисла над нами. Вы сейчас видите, приняли вам помощь, которая не помогает. Одной фирме и 6 тысяч помогают. Это все… Есть ли какое-то продолжение диалога, что, простите, вы нам плохо помогли, нам нужно по-другому. В конце концов, Европа там выделила вот эти 10,5, при снопамятных миллиардов евро. Что-то планируется, какие-либо идут диалоги, что да, мы вам поможем, или уже все, мы вам помогли, дальше сами разбирайтесь. Конечно, мы не опускаем руки. Мы провели большое исследование, мы собрали, провели анализ вообще всей ситуации, подготовили цифры для того, чтобы с ними обратиться в кабинет министров. И мы очень надеемся, что они все-таки вначале, наверное, министерство финансово рассмотрят, потом передаст дело ведомственному нашему министерству транспорта, да. Мы очень надеемся, что все-таки мы будем услышаны и к этому отнесутся более-менее серьезно. Ну, да, это надежда. То есть сейчас, на данный момент, пока затишь ее в переговорах? На данный момент, да, пока. Ну, опять же, я говорю, помимо денежного, да, ну, навести порядок, чтобы мы могли тоже нормально работать, и иностранные перевозчики не рушили нам и так уже шаткий бизнес. Я хотел бы немножко вернуться назад, когда вы говорили о том, что как можно помочь, вы в том числе говорили о том, что надо увеличить штрафы, потому что в сравнении с остальной Европой, с Россией, вот в странах Балтии штрафы меньше. Когда вы путешествуете по другим странам Европы или там по России, вы видите вот эту разницу, что штрафы действительно улучшают какой-то климат вождения? Я говорю не о климате вождения, я прекрасно понимаю и сколько общаюсь с латвийскими предпринимателями, мы очень качественно и добросовестно делаем свою работу. Да, приезжают иностранные перевозчики, которые, судя по всему, ну, не так добросовестно относятся к выполнению своей работы. Ну, вы говорите, что штрафы меньше, поэтому они себе позволяют. Почему? Пусть тогда штрафуют хотя бы симметрично, так как, ну, штрафуют нас. Я говорю, за дополнение, такой есть дозвол, такая бумажка разрешительная, да, в России у меня штраф 2000 евро. Просто, может быть, это связано с страховками. И пока я не заплатил, не связано со страховкой, пока я не заплатил, я никуда не поеду. Я имею в виду, что если повысить эти штрафы до уровня российского и европейского, какие-то фирмы, может быть, не смогут просто выплатить эти штрафы. Нет, какие-то фирмы просто потом на три, на четвертый раз подумают, поехать туда или нет. А если поехать, то как и все и так далее, понимаете. Я же также еще прошу ужесточения границ, чтобы в основном это занимаются иностранные перевозчики. Провозят сигареты, продажи, это все должно контролироваться. Потому что, ну, чудес не бывает, если мы видим какие-то фракты, по которым люди едут, а мы не можем их ехать чисто экономически, значит, происходят какие-то чудеса. Но чудес, как правило, не бывает, поэтому надо смотреть, почему, что и как происходит. Происходит это, ну, когда... Контрабанда. Ну, называйте, как хотите, наверное, так. У нас еще один телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Сейчас мы примем. Примем, да. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Вот по моим таким некомпетентным подсчетам, вот самый большой обман в Латвии – это сборы со всех видов водителей. Я насчитал порядка 3-4 миллиардов. И выделение на дороге порядка 200 миллионов. Вот могли бы вы привести какие-то цифры. Вот сколько обходится, например, одна фура, там, виньет, корнет, страховка, техосмотр, все остальное, да? И сколько всего может быть? Ну, вообще, какие-то цифры, вот, грузовые перевозки. Сколько они дают Латвии доходов? Сейчас. Потому что, еще раз, на дороге выделяется мизер просто, и об этом как-то никого это не волнует. То есть, дорог нету, и никто не собирается их делать, а деньги гребутся бешеные, огромные деньги. Спасибо. Спасибо за вопрос. Самая очень сильная такая, опять же, которая мы думали, что в момент ковида, вот, судя по эстонскому правительству, у нас тоже будет этот большой отклик, да, это акциз на топливо. Акциз на топливо у нас составляет больше, чем в Эстонии, чем в Литве. В Литве он изначально был меньше, эстонцы сразу, мгновенно отреагировали и снизили его, да? Там же идет палка еще одна, что транспортный налог у нас, мы его платим и так, и плюс еще платим акциз, и получается, ну, в Литве такого нет. Вот, да, винетка, винетка, ну, что в Эстонии, что в Литве, что в Латвии, это одинаково, я вот, ну, не знаю, там именно вопрос по штрафам, я думаю, мы все равно впереди, планета Сирии по штрафам, да? Вот. Ну, я так понимаю, что основной вопрос слушателя в том, что государство собирает большие налоги на дорогу, собирает большие налоги с транспортных, в том числе, предприятий, и потом, как бы, мы видим, что на дороге при этом выделяется налога меньше, чем срок. Да, смотрите, разрешение, предположим, на грузовик, да, международная лицензия, да, она вот так же, вроде бы, как бы, не налог, но чтобы мы поехали, каждая машина должна быть обеспечена своеобразным лицензией, да, она у нас стоит 98-96, не помню, в Эстонии 25, ну, тоже так, ну, приблизительно, ну, в разы, в разы меньше. Техосмотры, ну, это налог, тут опять же все, сколько сейчас налог, ну, 180 за стандартную машину, и там в зависимости от количества осей, нагрузки на ось, скажем, подвески, там разные, доходят до 600. И опять-таки в Эстонии, Литве меньше. Ну, это вот по техосмотрам, но эти техосмотры, это, знаете, не самая наша такая, ну, боль. Нет, но есть нюансы, понимаете, все дело складывается, рынок, он как живой организм, и мы, играя в рынки международных перевозок, мы не можем ограничиться чем-то, скажем, от соседей, да, потому что мы должны играть по тем же правилам, что играют они. Но мы изначально на старте проигрываем. Мы проигрываем благодаря налогообложению, тому же акцизному налогу, понимаете, благодаря тому, что у нас, допустим, работнику из третьих стран для того, чтобы с того момента, когда мы ему сделаем вызов, и он приедет сюда и сядет за руль, проходит два месяца, понимаете. В той же Польше работник на третий день, на утро, а может быть на второй день вечером, уже может садиться за руль и ехать выполнять работу, понимаете. То есть, проанализировав вот эту разницу налогообложения, мы понимаем, что мы на каждой единице проигрываем порядка там 350-400 евро в месяц. На каждую машину? На каждую машину, понимаете. Ну, и как можно играть на этом рынке? Вообще, есть ощущение, что выгоднее зарегистрировать фирму не в Латвии, а в любой другой стране практически? Ну, посмотрите, сейчас вот опять же в Литве, да, мы написали с ассоциациями только топливщиков, да, пожалуйста, на факт, сказали, что у вас сейчас падает акциз, а падает потому, что перевозчики в основном заправляются в Литве. Если ты ездишь транзитом в Европу, то проехав 100 километров, ты заправляешься в Литве, причем тебе НДС переплаченный, ПВН, да, возвращают буквально там через 15 дней, да, и это, ну, это факт. Понимаете, когда вы приходите, ну, образно, давайте утрижим, ну, вот такое понятие, да, что не касаясь там Микарелии и так далее, вы приходите на базар, везде все одинаково едете по цене, правильно? Не будет кто-то продавать там арбузы в два раза дороже, да, но у нас вот с ассизмом по топливу получается так. Еще один телефонный звонок стали активно звонить во второй половине передачи. Тема трепещущая. Ну, вас получим сейчас какой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я немножко с другой сферы, но хотел сказать, что, допустим, в сфере финансов, вот, скажем, лицензия, продление лицензии по кредитованию стоит 50 тысяч евро. Не в зависимости от того, есть прибыль или нет, годовая плата, а, допустим, налог на убытки, то есть, если, допустим, списываешь должнику какой-то долг или проценты, повышенный, то есть не 15, а 22 годовых, 22 процента на списание долгов. Вот, чтобы вы понимали, какое наглажение в других секторах. Спасибо. Спасибо. Ну, в общем, посыл такой, что везде. Финансы – это тоже наша животрепещущая тема, понимаете? Если мы прошли такую волну год тому назад, когда скандинавские банки, ну, образно, не так их у нас много, да, не буду называть, ну, просто без объяснения причин закрывали нам счета. Ну, в других, наверное, отраслях это тоже самое сильно видно, да. Причем, ну, ты поднимаешь бухгалтерию, там, за 10-15 лет, 3 или 4 дня сканируешь эти документы, да, а потом тебе после истечения того, что ты, там, 25 лет, 30 лет, там, не знаю, сколько, с самого начала, в общем, работал в этом банке, да, тебе без объяснения причин закрывают счета. Сейчас вот идет вторая волна, да, но я отвечал на все вопросы, вот касаемо своих фирм, отвечал мне, ну, все нормально, да, образом. Ну, когда тебе на протяжении, когда ты 20, там, чем-то лет являешься учредителем фирмы, а тебе спрашивают предоставить банк CV, которую ты, в принципе, да, как ты, как работодатель, никогда в жизни даже никуда не писал, да, а ты должен написать банк, тебя не принимают, а вот и ничего. Ну, заставляет немножко, это, конечно, печальное зрелище, когда один банк запрашивает распечатку банка другого по счетам, не знаю, ну, я не думал, что до этого дойдет. По WhatsApp вы прихвали вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, спасибо вашему гостю, который рассказал про лист А4, это я передаю, но в противовес хочу задать вопрос, были ли попытки найти новые решения, может быть, даже таких, каких еще нет. Да, конечно, есть такие решения и есть такие проекты, которые очень уже, скажем, прошли какие-то испытания в Европе, но это же опять, это, ну, один из вот таких примеров, который за последнее время мне очень был симпатичен, это проект Сендер. Да, это немецкая компания ГМБХ, которая организовала платформу, онлайн-платформу, на которой регистрируются грузоотправители и грузоперевозчики. Это все делается для того, чтобы избежать, скажем, вот этот неограниченный круг посредников, да, чтобы реально заказчик услуги, исполнитель услуги были видны друг другу. И тогда это исключает, скажем, искажение цены на рынке. Вот, сейчас эта платформа зарегистрировалась и у нас в Латвии, у них есть офис, они обрастают сотрудниками, и я думаю, что через какое-то время это начнет очень хорошо работать. И тогда мы увидим, пока рано говорить о результатах этого, да, но это уже выходит. Потому что, скажем, чисто человеческое отношение к финансам и благам материальным, да, оно, как вы все понимаете, не всегда оптимально. Оно не всегда оптимально, потому что в силу тех или иных обстоятельств человек может либо больше нуждаться в средствах, либо меньше, и может делать не всегда какие-то правильные поступки и правильные действия. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, будущее за тем, что все придет к оптимизации именно через уменьшение человеческого фактора. Ну, и дай бог, чтобы это оказалось там на себестоимости, чтобы наконец-то, может быть, появилась какая-то прибыль. Еще один звонок телефонный. Здравствуйте. Добрый день, еще раз. А вот скажите, обсуждая все вот это в совокупности, все эти факторы, это же не, значит, ни бардак, ни дебилизм, то есть это по факту вредительство по отношению к своему государству. То есть в определенные времена эти бы люди, значит, были бы наказаны, ну, просто по жизни, жесточайшим образом. И вот когда вы в своей среде обсуждаете, вот уже происходит здесь, вот сравнительно с Литвой с Эстонией, даже не говоря про Польшу, Германию, вот какие вы выводы делаете? Что руководствуется этими людьми, которые вот творят вот то, о чем вы говорите? Спасибо. Такой больше эмоциональный вопрос. Давайте, наверное. Ну, знаете как, спасибо за вопрос, он такой прямо вот в болевую точку, да, очень он откликается. Ну, может быть, это будет не настолько этично, да, но мне кажется, что просто у государства нет стратегического плана. Мы живем без плана. И, соответственно, когда мы живем без плана, да, все люди, жители государства и люди, которые заняты в бизнесе в том или в иной сфере, да, они не знают, не знают, какой план, какие будут стратегии развития. И поэтому трудно анализировать и прогнозировать наш бизнес вперед. А без плана, ну, вы понимаете, ничего нельзя сделать, даже реально там, ну, дачный домик из четырех стен без плана не построить. Понимаете, не говоря уже о том, что там растить детей, там планировать какое-то там приобретение недвижимости или планировать какое-то приобретение, допустим, бизнеса, да, его нельзя сделать без плана. У нас есть некий-то национальный план развития на ближайшие семь лет, я не знаю, насколько вы там... Вы читали его? Я не знаю, не читал ту часть, которая связана с автоперевозкой. Я читал его, в основном, экология, экология, как шутят у нас в среде, ну, образно, да, что, может быть, у нас здесь будут дома престарелых, ландинав, пенсионеры, а все люди будут обеспечивать свежим молоком и хлебом. Почему нет? Может быть, и радиобалком тогда не нужно будет, или нужно будет? Ну, посмотрим, как через семь лет увидим. Не, ну, поймите, как бы ситуация не менялась, прекрасно понимаешь, что ситуация может меняться, мы можем становиться зеленой страной, мы можем заниматься туризмом. Но озвучьте план, понимаете, придите в отрасль и скажите, уважаемые перевозчики, мы понимаем, что вас слишком много, да, мы вам предлагаем вот там переходный период 5 лет для того, чтобы вы сократились там на 50%, да. Но мы вам гарантируем, что мы будем развивать, допустим, там сельское хозяйство, да, и мы не дадим каким-то иностранным компаниям, которые сейчас владеют землей, да, мы им не дадим возможность развивать транспорт. А пусть они используют ваш транспорт, да, чтобы эти же люди, которые здесь живут, они же были бы при работе, они же могли заплатить за детские сады, за школы, за там лагеря детям, понимаете, поехать куда-то отдохнуть. Ну, вот это, мне кажется, государственное мышление. То есть, проблема, во-первых, в стратегическом планировании, точнее, отсутствие, а во-вторых, в отсутствии диалога. Да, и поймите, да, вот сейчас мобильный пакет принялся, да, и вполне прослеживается план, да, старой Европы, лоббизм его интересов. Да, у нас сначала отобрали рабочую силу, которую мы воспитали, пестовали, ну, обоюдный был процесс, да, а сейчас у нас отбирают бизнес. А в целом, как государство, отбирают налоги, потому что, в принципе, многие фирмы, и крупные, и лидеры рынка, они уйдут, предположим, откроют ГМБХ, и все, понимаете. И это вот тут прослеживается план, в чем вполне нормальный, ну, да, и там, ну, никто тебе не говорит какие-то там радужные перспективы, и вот так есть. Нет, ну, если начать, как бы, сначала и вернуться в прошлое чуть-чуть, то мы же понимаем, мы вошли в Евросоюз, у нас что, у нас там сахаропроизводящую отрасль, да, закрыли. Рыбоперерабатывающую отрасль, закрыли. Правильно? Закрыли же, закрыли. Сколько людей осталось без работы? Куда им всем идти? Все, кто были там в производстве там сахарной свеклы, и в производстве сахара, они там, очень большая часть была технических людей, которые, опять же, пошли в международные перевозки. Сейчас финансовая сфера. Буквально недавно с финансовой сферой, она просто изнасилована. Она просто безжалостно изнасилована. И сейчас пришел наш черед. Извините меня, мы в кулуарах с финансовой сферой говорим, да, они сами говорят, мы не понимаем, ну, не понимаем правила игры. Нам где дают проверять вас так, как проверять, в принципе, ну, невозможно. Никто не берет за это ответственность и так далее. То есть, это чуть ли не специальный, не знаю, там, приказ, план. Ну, мы не будем же играть в какие-то там, знаете, заговоры. Это вот, откройте в Фейсбук, там на каждый ответ есть каждый вопрос и так далее, да. Ну, такого нет. Ну, просто здравомыслящий человек, ну, действительно, вот я себе, ну, задаю вопросы, к чему мы идем? Ладно, у нас там нету плана, но почему местный бизнес со стороны вообще даже местных политиков и все, вот, ну, как будто нам этого, ну, не надо. Транзит нам не нужен, финансы нам не нужны, рыболовство нам не нужно, сахарное не нужно. Что? Ну, вот конкретно тогда скажите, чтобы я как предприниматель, причем, ну, я как вот родился, выучился, да, я был предпринимателем, да, скажите мне тогда, пожалуйста, что у нас, какие перспективы, какой план и что делать? Я, может быть, тогда успею переквалифицироваться, да, или действительно тогда, ну, все, тогда, ну, что-то другое буду, или наем рабочим где-то. Ну, вы мне скажите, пожалуйста, ну, перспективы и что, куда мы идем? Я вот в ужасе слышу, что транзит нам не нужен. И что мы, оказывается, у нас так получилось, вот сколько, 20-30 лет у нас было, ну, железная дорога, сейчас уже такое в кулуарах слышится, что и железной дороги у нас, оказывается, нет. Ну, железная дорога говорит, что будет заниматься экспедированием, складированием, автоперевозками. Нет, ну, поймите одно, вот вы, у вас много молодых, знакомых людей, да, скажем, ну, разных там возрастов. Вот скажите, из последних, кто заканчивал, допустим, школу или институт, там, в прошлом, позапрошлом, ну, там, 5 лет назад, сколько осталось в Латвии? Ну, кстати, больше, чем я думал, честно говоря. Ну, хорошо, но это половина? Да, это вы, я тут, я понимаю, к чему вы ведете. Айти сфера? В том числе, нет, разные сферы, есть и айти, есть и учителя, есть врачи, врачи много. Ну, слава богу, ну, врачи, опять же, как я слышал и знаю, да, заканчивают медицински, потому что здесь у нас хорошо заканчиваются, и уезжают. Нет, я понимаю, к чему вы ведете, а пока остаются здесь. Продолжим вопрос дальше. Дальше из тех, кто остались, допустим, из половины, кто получил профессию, где нужно работать руками, там, допустим, столяр, сварщик, автослесарь. Таких практически нет. К чему мы идем? Вот на этом риторическом, пессимистичном вопросе, к сожалению, время подходит к концу, у нас уже эфира, о многом еще можно было, конечно, поговорить, но, да, к сожалению, время, оно неотступно. У нас в гостях в студии были исполнительный директор Латвийской ассоциации международных автоперевозчиков Латвии САЛТО Александр Черкасов и глава ассоциации автоперевозчиков Латвии САЛТО Александр Поцелуйко. Спасибо большое, что пришли к нам, Артем Липин провел эфир, звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, что слушали нас и не переключайтесь. Спасибо, до свидания.